МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня общественники и рядовые горожане провели очередной пикет. Сереге, Наташке и признание в любви стерты с лица скал. Участники масштабного проекта планируют и дальше очищать природные объекты от надписей. Итак, сегодня суд определил меру пресечения заведующей частным детским садом Хэппи Бэби Елене Воротниковой. По версии следствия, воспитатели педагогического учреждения систематически били детей. Заведующая знала о происходящем, однако ничего не предпринимала. Для заведующей избрана мера пресечения домашний арест. Но мы это будем безусловно обжаловать. Мы хотим заключения под стражу. Дали показания свидетелей. В ходе судебного заседания мы узнали, что она просматривала видеозаписи. Она все знала, все видела на протяжении длительного времени. Родители пострадавших малышей будут добиваться правовой оценки действий не только заведующей воспитательницы, но и других педагогов детского сада, которые, по их мнению, бездействовали и скрывали факты избиения детей. Мотив не ясен до сих пор. Обсуждая жестокое убийство в Бийске двоих людей, некоторые по-прежнему говорят об организованной преступной группе. Правоохранительные органы информацию опровергли. Установлено, что подозреваемый действовал один. Он задержан. Его допросили следователи. Ну а после состоялся так называемый отвод. История о двойном убийстве на окраине города, на улице Малоугреневской, взбудоражила Бийск. Местные жители до сих пор пребывают в шоковом состоянии. Многие лишний раз боятся выходить на улицу. Оно и понятно. Такого жестокого преступления здесь не припомнят. Страшно. Я говорю, я работаю во второй смене. Знаете, как страшно вечером? Вот я хотела вас приспроситься. Как вот я... Меня высаживают здесь, я иду домой. Как это? Рано утром 22 октября местные жители возле одного из домов обнаружили бездыханное тело мужчины. Труп лежал прямо на дороге. Эксперты на теле убитого насчитали больше 20 ножевых ранений. Шансов выжить просто не было. В этот же день, но уже в поле, было найдено тело 18-летней девушки. Накануне вечером она ушла гулять с собакой, но домой так и не вернулась. Вот оно, то самое место, где с признаками насильственной смерти было обнаружено тело убитой 18-летней девушки. Неподалеку находится оживленная проезжая часть и буквально в сотне метров дом, где проживал подозреваемый. Очень много в социальных сетях писали о том, что преступник жестоко расправился со своей жертвой. Да, действительно, это так. На теле были обнаружены множественные ножевые ранения. Но вот что касаемо груди, то он ее не отрезал. Преступление, совершенное словно под копирку с предыдущим, стало основанием полагать, что все это дело рук одного и того же человека. Было сообщение о совершении тяжкого, особо тяжкого преступления. Сотрудники полиции, сотрудники иных правоохранительных органов выехали на место происшествия. И в ходе проведения следственных оперативных мероприятий лицо, совершившее данное преступление, было установлено. Слаженные действия следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников полиции помогли в кратчайшие сроки раскрыть убийство, совершенные в условиях неочевидности. И сегодня утром 20-летнего парня задержали. По данным фактам, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждены уголовные дела по ст. 105 Главного кодекса Российской Федерации. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, мотив сообщенных преступлений. Изучается личность подозреваемого. 20-летний бейчанин сейчас и сам находится в прострации. Возможно, он еще не до конца осознал, что именно совершил. Ну, работал у нас на фабрике. Ну, как работал? Пришел так и загулял, короче, не ходил. Ну, не равновешенный товарищ, что я могу сказать. А семья-то благополучная? Ну, семья, они все хорошо. Только вон у нас дурак и все. Вон дурак. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Андрей Сегаев. БИСК. Специально для наших новостей. Жители края призывают не хранить деньги в кубышках. Сбережения должны работать на экономику, считают финансовые эксперты региона. Сегодня они приняли участие в конференции, посвященной перспективам развития финансового рынка края. Центральная тема конференции – возможности использования разных финансовых инструментов. Как выяснилось предприятие и население нашего края, в отличие от других регионов страны, весьма неохотно прибегают к таким финансовым продуктам, как инвестиционное страхование жизни, ценные бумаги, в том числе акции и облигации. Алтайский край, говорят эксперты, отличает особая сберегательная модель поведения. До 60% населения никуда не инвестирует накопление, предпочитая их хранить дома. Причин тому несколько – низкая финансовая грамотность людей и недоверие финансовым институтам. Но вот между тем, подчеркивают специалисты, инвестиционная активность населения способна не только повысить благосостояние людей, но и улучшить экономику как отдельного региона, так и в целом всей страны. Мы приветствовали бы, безусловно, если бы население те средства, свои сбережения не хранило у себя в кубышках, а приносило бы, выносило бы их, инвестировало бы в акции, облигации, инвестиционные займы, собственно, с тем, чтобы деньги именно работали на экономику края, на экономику страны. Собственно говоря, и это все в интересах населения. В крае растет число предприятий и предпринимателей банкротов. Из 16 миллиардов рублей долга в крае перед федеральным бюджетом 7 на счету обанкротившихся. Это почти половина от общей суммы долга, пояснил руководитель управления Федеральной налоговой службы региона Юрий Куриленко. Долги банкротов, которые имеют достаточно долгую ретроспективу, поэтому сейчас взыскание их в нужном объеме необходимо, достаточно затруднено, потому что невозможно уже по проистечению большого количества времени найти те или иные источники их погашения. Эффективность взыскания в процедуру банкротства у нас пока не превышает 10%. Тем не менее, впервые за несколько лет сумма задолженности по имущественным, транспортным и земельным налогам за 10 месяцев 2018 года сократилась более чем на 3 миллиарда рублей. В процентном соотношении это более 17%. Снижение происходит в основном за счет взыскания, а также работы судебных приставов, пояснил Куриленко. Основная часть задолженности, 80%, покрывается за счет принудительного взыскания. В Барнауле собирают подписи в защиту ленточного бора в нагорной части краевой столицы. Под вертолетную площадку возле краевой больницы хотят вырубить 2 гектара деревьев. Недовольны этим фактом жители и общественники уже во второй раз собрались на пикет на площади Свободы. Ленточный бор, это же не так просто. Уникальный. Природа посадила нам. Для чего? Чтоб мы его берегли. А мы что делаем? Против строительства и рубки леса выступают не только общественники, но и некоторые депутаты краевого законодательного собрания. Аргументируют свою позицию тем, что в Барнауле уже есть вертолетная площадка за новым мостом. К тому же сомневаются, что новое место приземления значительно ускорит доставку больного. За те же средства приобрести более компактный и мобильный вертолет, который и легче, и может приземляться непосредственно у здания больницы. Две минуты, я считаю, что это не средство для достижения цели, чтобы вырубить ленточный бор такой площадью. Эксперты уверяют, в районе возможного строительства есть места, где можно разместить площадку с минимальной рубкой леса. Есть масса альтернативных решений, которые почему-то не рассматриваются. Видно, кому-то просто нужен лес. Вот у нас складывается общественность с такой пищей, потому что рядом находится Маховая поляна, огромные территории, которые находятся рядом с этим медицинским кластером, где можно поставить эту вертолетную площадку. Мы не против вертолетной площадки, мы против размещения ее на месте срубленного леса. Тем временем на сайте госзакупок продолжается поиск проектировщика. А жители собирают подписи против вырубки. Их поставили уже более тысячи человек. Александр Захаров, Андрей Печеркин. Наши новости. Аварийный дом в Барнауле столкнул интересы собственников и городских чиновников. Жители требуют, чтобы их переселили в новые квартиры. В свою очередь чиновники ссылаются на нехватку средств в бюджете, пока стороны выясняют отношения. Здание продолжает разрушаться. Барнаульцы боятся, что строение рухнет окончательно. По этажам дома и коридорам власти прошла и наша съемочная группа. Вот они позамазали, вот они бояки стоят. Позамазали все. Люди живут трещиной. В подъезде со стен отваливается краска, с потолка отлетает штукатурка. Последние несколько лет жизнь в таких условиях для домочадцев сплошное мучение. Квартирный вопрос испортил не только здание, но и нервы жителей. Вот трещина. Вот. Потом вот там. Потом вот сжали. Вот так вот она идет и сжали. Кровля над головой есть. Правда, в любой момент может обрушиться зданию почти 70 лет. За это время, уверяют домочадцы, здесь ни разу не делали капитальный ремонт. Перекрытия на потолке давно сгнили, стены обросли трещинами. Их пришлось заделывать монтажной пеной. Я уже не боюсь, я здесь 50 с лишним лет живу. А дети маленькие, их страшно. То это отвалится, то там отвалится. Здесь мы живем на щели. Нам дыра. Тоже замазать некогда. Так оно и идет все. Эксперты признали дом на Ленина 183 аварийным. Это случилось после 1 января 2012 года. Как итог, не включен в программу переселения. Теперь по закону жильцы вправе требовать денежную компенсацию на новые квартиры. Вот только у чиновников один ответ. В настоящее время из федерального и скрывого бюджетов средства не поступают. Соответственно, бюджет города ограничен. И в сроки расселить аварийные все дома не представляется возможным. Ждем все-таки федеральную программу, где будет рассмотрен вопрос о включении дома по Ленина 183 в эту программу, чтобы граждан все-таки расселить. Сейчас инициативные горожане пытаются убедить власти, что дом не пригоден для проживания. Пока безрезультатно. Ответственные, видимо, продолжают верить в устойчивость строения. Просят подождать еще пару лет. Правда, у барнаульцев еще свежи воспоминания о точно таком же аварийном строении с номером 33 по улице Эмилии Алексеевой. Тогда под завалами погибло два человека. Кирилл Политов, Андрей Печеркин, Алексей Фризин. Наши новости. Барнаульские волонтеры очистили от надписей более 3000 квадратных метров скал. Сегодня подвели итоги проекта «Чистые скалы. Достояние Алтая». На протяжении года географы и альпинисты восстанавливали природные объекты в семи районах, которые пострадали от рук человека. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Коты, Сереги, Наташки, Омск, Халининград. Признание в любви. Какие только послания они не видели. Участники проекта «Чистые скалы. Достояние Алтая» провели в полях больше ста дней в этом году. В команде всего четыре человека. С собой всегда болгарка, генератор. От агрессивной химии волонтеры отказались. В семи районах края они очистили более трех тысяч квадратных метров. В большинстве своих случаев это все-таки, на мой взгляд, какой-то элемент, наверное, может быть, недообразованности, бескультуре. В этом году на зачистку скал ушло полтора миллиона рублей из краевого бюджета. Больше всего восстановлено природных объектов недалеко от Колыванского озера. Более тысячи квадратных метров. Под конец экспедиции волонтеры уже начали узнавать почерк отдельных людей. Например, фамилия Кравченко преследовала волонтеров в разных районах. Семья путешествия метила скалы краской. «Какие самые необычные написи попадались?» «Берегите природу, мать вашу». «Причем написать это проще. Это вытянуть руку и баллончиком нарисовать нам или кисточкой. А очистить это нужно с оборудованием. Как-то потом подняться. Потому что это, ну, тоже одной рукой, так же, как баллончиком невозможно держать». «Приходилось проявлять ловкость и тоже стоя на одной ноге что-то делать. Иногда целый день приходит, чтобы подобраться и это убрать». В начале ноября волонтеры обнаружили рецидивы в некоторых районах. На очищенных скалах вновь появились надписи. Причем поймать за руку вандалов почти невозможно. Участники экспедиции считают, что в одиночку, без помощи властей и правоохранителей им не справиться. Если бы нарушителей штрафовали, возможно, их стало бы меньше. Тем временем, Министерство природных ресурсов края планирует искать новые формы работы, чтобы продолжить утищать Алтай от современных петроглифов. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости. На большей территории края ясно и без осадков. В Бийске и Рубцовске до 8 тепла. В Белокурихе до 10 выше 0. В Барнауле тоже ясно. Юго-западный порывистый ветер ночью до минус 2. Днем до 8 выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok